Книга «Открытым оком», тема богослужения, 8 том, вопрос 2176. Скажите, почему церковные богослужения должны проходить по уставу? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Устав всегда был, но вот какой он тогда был и сейчас в этом-то самый главный вопрос. У евреев книга Левит давала точное определение, кто и что должен делать и какие кадильницы, столы, животные должны быть и где варится мясо. У нас дело проще и дешевле, но по-духовному намного сложнее. Конечно же, оно было таким, как написано в Деяниях Апостолах. Чтобы можно было наглядно представить, сходите хотя бы раз с ближними вашими к баптистам и посмотрите на их богослужения. Это самое близкое тому, что было при апостолах. Была проповедь, молитва, пение, пророчество. 1 Коринфянам, 14 глава. Но потом этот дух свободы был утерян, люди до чрезвычайности обмерщились. Часть более ревностных бросилась в тайгу в пустыне, стали строить монастыри, монашеские обеты изобретать, до изощренности доводя бездумное послушание постригшихся. В Евангелии вовсе было забыто. И тогда многие не знали, как молиться. Нашлись люди, которые написали, что в этом богослужении было задействовано все пять органов чувств. Не о духовном речь шла. Слова хорошие были в тексте написаны. Но потом пошло все в ритуал, в обряд, в жесты, в пышность. И о Боге думать некогда. Душа, что душа, прилепляйся к тому, что есть. И потому, кто это осознавал, они ушли из исторической церкви, образовали протестантские наслоения. Но они не удержались на первой ступени, или засохли на ней, или скатились в глубину ересей. Сегодня служба напоминает нам как бы помощь коллегам, как к истылям хромым на оба колена. Если убрать ее, то вообще ничего не будет. Своими словами молиться не умеют. А так хотя бы этот, этот, отторабанят. Деяние 27. В первый же день недели, когда ученики собрались для прилавления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжал слово до полуночи. Субтитры создавал DimaTorzok